Мы с Виталием Кожакарой, главой молдавской делегации. Виталий, расскажите нам про процесс отборочный. Молдовы, каждый год вы проводите национальный отбор. Почему именно такой формат? Мы проводим отбор, потому что интерес в постсоветских странах еще довольно высокий к Евровидению, ты знаешь это. И в принципе у нас достаточное количество участников, которые хотят участвовать. Многие из них новички, они хотят себя показать. И возможно среди этих новичков когда-нибудь появится очень хороший участник, который бы просто не смог попасть на отборы или даже на Евровидение, если его не заметят где-то. Поэтому отбор мы считаем это хорошая площадка для участников, для новых участников, для новичков, для того, чтобы засветиться где-то на молдавском рынке, на молдавском музыкальном рынке и в первую очередь на Евровидении. Поэтому мы скорее всего будем продолжать этот отбор. Плюс ко всему он нам кажется наиболее демократичным. И каждый год ведутся много дискуссий по поводу национальности и участников, исполнителей и авторов. То есть вы собираетесь оставить тот же формат, что иностранцы могут только в дуэте, а иностранные авторы могут открыто подавать. Или будут какие-то изменения? Я думаю будут изменения. Самое главное это касается авторов. Потому что в принципе мы хотим, чтобы наши участники были гражданами нашей страны. Потому что в первую очередь, конечно, мы хотим дать право участия им, предоставить им участие. Потому что опять же, возвращаясь к тому, что интерес довольно высокий. А вот то, что касается авторов, К сожалению, наш прогноз относительно композиций, которые мы могли бы получить от иностранных авторов, пока не оправдал себя. И, к сожалению, качество материала, которое мы получаем, не всегда соответствует нашим ожиданиям или ожиданиям наших артистов. Так что возможно, что в будущем мы просто оставим авторство за, опять же, за нашими молдавскими композиторами, авторами, лирикс-райтерами. Ну, переходя к этому году, а на Дебеску? Как проходила подготовка? Все ли удалось сделать, все, что планировалось? Ну, в принципе, это было, к сожалению, в этом году у нас немножко было связано с некоторыми вещами, которые объективно происходили в нашей стране. И поэтому нам пришлось отодвинуть немножко время, дату отбора. Поэтому, в принципе, подготовка была очень быстрой. У нас успели снять клип даже. У нас отбор был буквально за неделю до Head of Delegation Meeting. Соответственно, нужно было подготовиться, как ты прекрасно знаешь, многие вещи. Включительно клип, который был необязательный, но артист хотел обязательно иметь на эту песню клип. Другие вещи, как мастеринг, так что все прошло немножко в ускоренном темпе. Включительно подготовка. Но артист, слава богу, побывал буквально на всех важнейших событиях при пати. При пати, да. Артист, я считаю, подготовился хорошо, отобрал себе двух прекрасных бэк-вокалистов. То есть, например, я считаю, никаких проблем по звуку у нас в этом году абсолютно нет никаких. То есть отличный звук, все прекрасно сбалансировано, все прекрасно звучат. Вы знаете, Анна, она музыкант с хорошей подготовкой, то есть с хорошим обучением, с хорошей школой. Есть некоторые вопросы, конечно, по съемке пока. Но, как обычно, мы считаем, что, и мы надеемся, что они будут исправлены до конца. Хотя мы уже после второй репетиции будем надеяться, что нам это все изменят, сделают. Ну, вот мы Анна не спросили, а вас спросим. Все-таки не думаете, что номер несколько вторичный по сравнению с Украиной 2011? Ну, на самом деле, это такой вопрос для знатоков. Потому что я считаю, что те знатоки, которые находятся здесь или которые следят за Евровидением, их ничтожный процент, их очень мало. По сравнению с теми, кто реально включает Евровидение, смотрит, ну, как мы привыкли, когда есть время, когда мы просто обычные зрители. Так что я не думаю, что кто-то может сделать параллель с каким-то другим годом. Тем более, это было много лет назад. А также вы заметили, что теперь работается с другим материалом. Сейчас другая структура вообще всего. То есть, важнейший акцент на том, что, когда они заявили о том, что они хотели бы работать в этом направлении, был поставлен на то, чтобы у них отличался все-таки номер от других номеров. И самое главное, чтобы между ними, может быть, между тем, что у нас проецируется на... контент, который проецируется на LED-экранах, был каким-то образом все-таки связан с артистом, с тем, что происходит и на сцене. Может быть, не как в других случаях. Так что... Ну, мы пока толком номер не видели, потому что, да. И пока, к сожалению, вы его пока не видели. Мы видели частично его уже в конечном виде. Мы его видели во Viewing Room. Я надеюсь, они его допилят до конца. Будем надеяться, да. Да, то есть, с этим есть некоторые вопросы, потому что то, что вы видели на репетиции, это пока не окончательный вариант. И там есть элементы добавленной реальности. Вот. Насколько это странно не звучало бы, но это есть. Надеюсь, это будет в финальной версии. Хотя бы мы это успеем сделать на первой дре с рехорсом. Будем надеяться, да. И наш стандартный вопрос, который мы задаем. Если бы вы были супервайзером Евровидения, какое правило бы вы хотели поменять? Очень хороший вопрос. Лайв-мюзик. Лайв-бэн, ты имеешь в виду? Лайв-мюзик. Не знаю. Я не знаю. Наверное, если бы я все-таки был бы, я бы решил, разрешил делегациям резать сами. Потому что, в принципе, наибольшие у всех, скорее всего, у нас, в первую очередь, вот я знаю просто историю участия, но наверняка у всех это происходит. Я бы взял просто все камеры, видео со всех камер, со всех 16, 14, 18 камер, отдал бы делегациям, чтобы они сами себе, чтобы они сами себе нарезали и отдали, и никто бы никому не, и никто бы никому не морочил голову. Допуск, который, собственно, режиссера. Например. И они бы дали просто отъедительные варианты своего номера, и тогда бы все были абсолютно счастливы, потому что у всех возникают вопросы по режиссеру. Возможно, не было какой-то целостности между номерами. Я согласен в этом, но, к сожалению, мы все такие разные люди, у нас у всех разное видение всего того, что иногда бывает обидно, что ты хочешь что-то показать на сцене, и это тебе не дают. А он говорит, что нужно показать в этом номере план сцены, конечно, чтобы показать. У нас сцена красивая, или у нас очень много зрителей, нам тоже нужно их показать, или фан-зону показать, конечно. То есть такого плана изменения, наверное, это креативного изменения. Я бы, скорее всего, не... Хотя коллеги говорят, что хотят вернуться в какой? В 87-й год, по-моему, да? Примерно, да. Да, когда был лайвбенд. Когда был лайвбенд. Это немножко далеко. Но лайвбенд – это тоже проблема. Потому что они могут не сыграть. Они могут не сыграть, и тогда у тебя еще один элемент риска. Так что... Так что это все вот... Я думаю, что все-таки вопросы по сцене, по катингу, по свету очень важны, если бы больше доступа было бы. И, наверное, бы все-таки иногда нужно больше репетиций. По-моему. Хорошо, спасибо. Ну все, желаем удачи, подготовки. Есть, что получится, и посмотрим номер скоро. Дай бог. Спасибо.